Известная армянская Ванга оставила за собой наследие предсказаний, которые порой кажутся невероятными, но воплотились в реальность. Ее взгляд пронзил туман времени и увидел распад Советского Союза, конфликты в бывших республиках, а также сближение российских территорий под властью Москвы. Обязательно посмотрите видео до конца, и вы узнаете, какая часть ее пророчеств могут сбыться в ближайшее время, и что же Аида Теркарапетян предсказала России, и что нас всех ждет дальше. В 2018 году ушла из жизни уникальная ясновидящая, чьи способности подкреплялись знаниями из Красной Библии, загадочной книги, переданной из поколения в поколение в семье Аиды Теркарапетян. Благодаря этому древнему тому женщины, ее предки видели грядущие события. Аида Теркарапетян, ставшая известной не только на родине в Армении, но и за ее пределами, привлекла внимание своим умением видеть глобальные события, превосходящие представления других членов ее семьи. Армянская ванга, как ее прозвали, прожила долгую жизнь, дожив до 81 года, и передала потомкам множество пророчеств. Одним из ключевых артефактов в ее жизни была Красная Библия, название которой было обусловлено лишь цветом обложки. Для простых людей она ничем не отличалась от других Библий, содержание, бумага и обложка были обычными, за исключением красного цвета. В ней не было записано ни одного предсказания. Однако эта книга придавала особую энергию семье Аиды, и она сама могла предсказывать будущее, прикасаясь к ней. Аида рассказывала о своем опыте следующим образом. Вспышки света отпечатываются в моем сознании, это и есть даты будущих событий. Я их только вижу, и не слышу никаких голосов и прочего. И я спрашиваю подтверждение трижды, верна ли эта информация свыше, или вмешивается земное мое сознание. И если явление действительно повторяется три раза, я записываю увиденное на бумаге и говорю, что произойдет в то или иное время. В 1970-х годах немногие обращались к церквям, но Аида иногда ступала на священный порог местной армянской церкви. Там она молилась, призывая Господа помочь ей в различных проблемах и дать направление. Однажды, внутри этих святых стен, она осознала, что перед ней предстала Богородица, сообщившая, что теперь и ей, как и ее предкам, дано видеть будущее. С этого момента она стала сопричастной дару предвидения, и помогала ей в этом старинная Библия, хранимая в семье уже много веков. Большинство ее родственников были священнослужителями. Аида вспоминала о том, как получила свой дар. Да, это было так. Сначала я подумала, что это просто странное видение, эмоциональное, может быть. Но после этого момента в церкви мир вокруг меня изменился. Моя жизнь приобрела совершенно иную глубину. Я ощутила мощь и благодать духовного мира. Мне был дарован дар, способность видеть то, что произойдет в будущем. С тех пор начались для Аиды знаки, которые показывали ей тайные пути. В их доме действительно хранилась Красная Библия, которая помогала ей разгадывать свои видения. Более того, у Аиды проявился и дар целительства. Очертания больного органа повисовывались светом, что позволяло мне точно определить, в чем проблема. Иногда я официально консультировала врачей. В основном я работала с кардиологами, помогая пациентам с болезнями сердца. Божественные откровения направляли целительницу к правильному диагнозу и указывали пути лечения травами. Аида вынуждена была собирать лечебные растения самостоятельно, так как в аптеках о них часто не слыхивали. Ее дар развивался настолько, что она могла лечить людей простым прикосновением рук к больным местам и молитвой. Аида объясняла усиление своего дара божественной силой Красной Библии. На самом деле исследователи подтверждают, что древние книги обладают особой энергетикой. Хотя существует сомнение в том, способны ли они лечить или предсказывать будущее, однако церковные тексты, по их мнению, обладают особой силой в этом отношении. Молитвы верующих, прозвучавшие в течение сотен лет, заряжают эти тексты энергией. Чем старше книга, тем мощнее ее энергетика. Аида Тер-Карапетян в своих пророчествах затрагивала важные исторические события, предвидя распад СССР, конфликты в Чечне, путь, дефолт и мировой экономический кризис. Однако она видела, что Россия и ее народ смогут пережить все эти испытания, выстояв благодаря своей вере и искренности перед Богом. Высшие силы, я уверена, в этом помогают России и ее руководству. И весь русский народ поднимется благодаря своей искренности. Их вера непритворная, они верят искренне и от всего сердца, говорила ясновидящая. Кроме геополитических событий, Аида Тер-Карапетян могла предсказать судьбу любого человека, лишь взглянув на него. Она также предвидела, что Владимир Путин станет следующим главой России после Ельцина. «Меня поразило видение, в котором Ельцин должен был отправиться в Иерусалим и получить благословение оттуда. После этого в России произойдет смена правителя, и он будет избран на долгие годы, возродив страну и приведя ее к процветанию. Русский народ обладает особым даром – помогать другим. Они принимают всех с чистой душой, и Бог принимает их также», – рассказывала Аида. В присутствии множества свидетелей и камер армянская ванга Аида Тер-Карапетян высказывала множество предсказаний не только о России, но и о будущем всего мира. Все, кто знали Аиду и обращались к ней за помощью словом, советом или исцелением, навсегда запомнили эту добрую и отзывчивую женщину. Паисий Святогорец, старец из Афона, давно предсказывал наступление жестокого противостояния, в котором будут замешаны многие государства. В этом конфликте Турция проиграет, и ее столица, Константинополь, Стамбул, перейдет под контроль Греции, благодаря помощи России. Аида Тер-Карапетян подтвердила предсказания Паисия Святогорца, в 2012 году говоря о предстоящем исчезновении Турции и разделении Азербайджана между Россией и Ираном. Ясновидящая также заявила, что США распадутся на отдельные регионы. Америка рухнет как карточный дом, и это произойдет примерно к 2025 году. Даже сегодня политологи обсуждают возможные потрясения в Техасе и других южных штатах США, что подтверждает ее пророчество. Аида Тер-Карапетян предвидела значительные изменения в конце второго десятилетия 21 века не только для Китая, но и для всего региона. Еще в 90-х годах она предвидела будущий союз ЕАЭС, хотя о таком названии никто тогда не слыхал. Про Армению и противостояние в Карабахе провидица говорила, что народ этого региона в конце концов победит, несмотря на многочисленные обострения и провокации со стороны Азербайджана. Вот какие слова она произнесла в Арцахе, так называют в Армении Карабах, решения, предложенные тремя странами по поводу Карабаха, не будут исполнены. Регион освободится по воле Божьей. Независимо от земных решений, судьба народа решится на основе принципа его свободы. Наша дорога трудна. Один из путей, одобренных Богом, это соединение Арцаха с Армянской республикой. Аида также предсказала образование нового союза, аналогичного СССР, где главенствующую роль снова получит Россия. Нации, составлявшие Советский Союз, восстановят единое государство под другим именем. Но не все 15 республик войдут в него. Азербайджан будет исключением. Этот союз будет очень мощным и влиятельным. Аида Теркарапетян была уверена, что будущее России связано с Востоком, и для спасения цивилизации необходимо дружить с ее страной. Те, кто примкнет к России, обретут силу и в политической, и в экономической сферах. Предсказания армянской ванги охватывали не только ее родную страну, но и весь мир, и они соответствуют пророчествам других ясновидящих и пророков. Пусть благоприятные изменения, о которых она говорила, сбудутся по воле Божьей. Армянская прорицательница была уверена в том, что Россия имеет поддержку высших сил. Я твердо знаю, что высшие силы оказывают помощь вашей стране и ее президентам. «Мне было послание свыше, которое гласило, что ваш народ будет вознесен прежде всего из-за вашей искренности, потому что в вашей вере в Бога нет притворства», — говорила Аида. Одним из примеров помощи высших сил, согласно армянской провидице, стало избрание на пост российского президента Владимира Путина. Ей было видение, в котором Борис Ельцин должен был приехать в Иерусалим и получить благословение. А затем русские получали главу государства, который возрождал Россию и восстанавливал ее духовность. Вступление нашей планеты в эру Водолея, которая ознаменовалась началом третьего тысячелетия, является важным моментом. Этот знак зодиака управляет Россией. Поэтому многие ясновидящие пророки предполагают, что в 21 веке именно наша страна будет играть решающую геополитическую и геоэкономическую роль в мире. Однако конечный итог будет зависеть от многих факторов, и только время покажет, какие судьбоносные события действительно произойдут. Армянская ясновидящая была убеждена в том, что ее страна – это своего рода обновленная версия Ноева Ковчега, с целью объединения земель и народов вокруг себя и сохранения цивилизации. Что касается будущего США, то оно представляется не очень радужным. Штаты должны распасться на отдельные государства. Россия избрана свыше, потому что ее народ дружелюбен и помогает другим, защищает малые нации. В недавнем прошлом Соединенные Штаты Америки диктовали свою волю остальным государствам. Но сейчас все изменилось. Главной силой в мире станет Российская Федерация, утверждала Аида Теркарапетян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова